Всем привет, друзья! Перед просмотром этого ролика я хочу рассказать вам про один суперконкурс на 300 рублей. Это сделано потому, что мне надоело прятать деньги, потому что эти деньги может взять кто угодно, и не обязательно те люди, которые посмотрели мое видео, поэтому я сделал определенный конкурс. Условия конкурса простые. Необходимо просто оставить комментарий под этим видео и ссылку на свою страницу ВКонтакте. И когда под видео наберется 30 комментариев, я выберу один комментарий, который мне понравится больше всех. И возможно это будет ваш комментарий. Результаты конкурса будут проведены в прямой трансляции на этом канале. А пока придумываем какие-нибудь такие прикольные предложения и испытываем свою удачу. Ну так же и смотрим это видео. Всем приятного просмотра! Всем привет, друзья! Сегодня у нас 25 октября, вроде бы среда. И сегодня я поеду снимать Воткинские термы, судя по этому видео. Вот. В данный момент я нахожусь вот в такой вот квартире, которую снял за 1100 рублей в день. Видимо, то что прикольная квартирка такая вот. Кровать тоже такая большая, прикольная. Я нахожусь сейчас на сессии в городе Ижевск. Сегодня я решил устроить себе выходной такой вот. Я уже давно хотел, друзья, съездить в город Воткинск, посмотреть на термы воткинские, потому что в Ижевских термах я был, как вы поняли по предыдущему видео. Вот. Находимся мы в городе Ижевск. Вот. Вот такой вот у нас вид с окна. Видим то, что инфраструктура и так себе. Ну, блин. Ну, это окраина города. 1100 рублей. Вот. Более-менее сейчас собрался, проснулся. Погодка, конечно, вообще говно. Ну, просто полное дерьмо погодка. Вот. Сейчас покушаю. Как покушаю, вот. Я наготовил хлебом, пол, чай. Видим, у нас тут вода кипит. Короче, вот. Покушаю яйца. Тогда вот поедем в Воткинские термы. Ну, шо, друзья, вот мы собрались. Видим то, что уже вбили в навигатор Воткинские термы. Как всегда, у нас рядом бизнес-кейс наш. Погодка, конечно, полное дерьмо. Время всего лишь 3 часа. Ну, блин, видно то, что темнеет. И, скорее всего, не успеем снять, потому что ехать на 57 километров на обратном пути, думаю, дадим браслетик, который я смотрю, когда ходил в бассейн. Скорее всего, его на обратном пути мы вернем, потому что бассейн работает до 9 или 10 часов, по-моему. Ну, как-то так. Сейчас прогреваем машину, еще бензина ни хрена нету. И сейчас поедем. Вот, в общем, едем. Мы на выезде из Ежевска. Вот, магазин лента. Горит красный свет. Вот стоим. До этого была очень хрена дорога. Вообще, вот Мурти дороги не радуют. Вообще, даже не знаю, что делать с этими дорогами. В плане дороги тут вообще дорога. Здесь начинается нормальная, но, скорее всего, сейчас вот вы увидите то, что будет дорога. Местами дорога. Постоянно железнодорожные переходы. Как-то так вот. Вообще тяжело ехать туда. Дорога говнула. В общем, всем здорово, еще раз, чуваки. Вот, в общем, приехал. Видим. Воткинские термы. Видим то, что здесь солнце. Более-менее такое. Чуть побольше его там. Когда проезжали, солнце вообще хорошо светило. А сейчас оно куда-то. Хер знает куда. Ну, сейчас мы будем захоронить. Видим вот такая вот раздевалочка у нас. Вот, браслетик у меня есть. Вот, в общем, поднимаемся. Все, вот так выглядит. От Рижевска немного отличается. Дималайская сауна. Вот вышли на улицу. В одних плавках. Температура 2 градуса всего лишь. Вот, короче, второй Олег Гарифулинья. Ну, вот, видим тут еще один выход на улицу. Выходим на улицу. Вот он у нас, бассейн такой вот. Ну, 2 градуса ничего так. Не так уж и холодно можно. Можно в трусах вообще ходить на улице. Не замерзнешь. Такой вот сверху вот бассейн у нас. Вот труба идет. Тут спасатель есть. Летний бар. Вот так же у нас есть тут чайный домик. Тут можно попить чайку. Вот у нас тут вода есть. Чай есть. Чайник полный заводной, короче. О, ништяк. Немножко заварки. Немножко кипятка. Чветок что-то не льется, ни хрена. Холодная вода льется. Ладно, еще заварки, значит. О, как-то так. Травяной чай. Вон, за нами тут наблюдают. Так, нам надо спуститься сейчас туда вниз. Сейчас мы попробуем это сделать. Вот здесь видим путь вниз. Спускаемся вниз. Всякие вот тут такие игрушки. Вот тут у нас фонтанчик. Опять же вода. В общем, идем. Вот еще один выход. Нашли его. Идем по вот такой вот туннель, которая была сверху. Такой типа желтый фильтр. Туннель такой желтый. Прикольный. Вот. Мы выходим на улицу. Вода тепленькая. Покайфу вообще. Сауны, вагончики есть, короче. Что еще показать? Вот плакаты. Вот, короче, зашли в эту зону отдыха, которую вам показывают. Вот тут есть сауна горячий петров. Есть также душевые, туалет, спасательные жилеты. Не знаю, зачем он там в бассейне не так уж глубоко, по сути. Вот. Немного замерз. Пора согреться. Зашел с голуброшкой. Сауна. Сидишь такой, греешься. И вот такой вот вид на бассейн. Тут также есть полотенце, халаты. Не знаю, это чьи вообще. Специальный это вентилятор стоит, который обдувает, чтобы в сауне было горячо. Так как сауна. Так как это сауна горячих ветров. Видим, тут у нас хамам. Такой вот у нас хамам. Свечащий сегион. Ни хрена не видно, короче. Как это все запотело, короче. Вот тут у нас еще есть подвес, чаще сверху. Вот тут у нас, видимо, вот такой вот пудник. Тут песчаная сауна. Спрашиваю деда, спрашиваю баб. Сказки всякие. А что вы плачете? О! Как нам не плакать, отвечает дед Баба. Видим, тут у нас песочек. Всякие игрушки, короче. Дед Билл не разбил. Пылесос. Чтобы пылесосить ноги. Там же есть, тут у нас кровяная сауна. Вон, видим. Почти все то же самое, как Вежевский, только немножко отличается строением. Вот еще хотел показать один важный элемент. То, что вот здесь вот грязь, обмазывание грязью. В отличие от Ижевских термий, Лоткинских термий бесплатно. Тут можно бесплатно обмазаться. Вот, рядом с баней даже. Ничего, там проходной нету, ничего, как вы видите. Вот еще видим соляной бассейн. Вода меня сама поднимает. Комната свежего леска. Также есть тут такой вот кран с водой. Видим. Если в глаз попал, она может притереть. Тут же есть ималайская сауна. Соляная сауна. Тут достаточно тепло. Если их попробовать на вкус. Они соленые. И тоже такая приятная атмосфера. Такой желтый фильтр, как там в туннелях. И вот свечащийся камень, покрытые соли. Тут мы видим циркулярный душ. Такие вот маленькие вот отверстия тут. Если включить, я на себя не буду поливать, потому что мало ли что. Ну, камера водонепроницаемая, но, блин, все равно опасная. Я включу и отойду, короче. Ну, вот так он поливает. Одна не поливает. И поливает. Походу одна, чтобы сломалась. Обычный душ. Вот такой душ. Ну, это как вежевский. С разных сторон. Сейчас продемонстрирую. Вот инструкция есть. Тут у нас включение вверх, включение от лазера. По-моему, надо дать петель-петель. Вот. Вот оттуда, короче, идут струи. Вот так вот поливает тебя. Но я не буду под ним стоять. Я уже стоял много раз под ним. Вот. Также тут есть такое вот ведро. Оно наполняется. Можно после пани мытья и вот так вот сполкнуться. Раз, два, три. Ой. Это было жестко. Мы увидим. Тут также есть комната впечатлений. Пожалуй, зайдем в нее. Вот такой вот пайм. Все светится. Тут выбираешь программу и на тебя идет вода, короче. Еще раз, пожалуй, выйду на улицу. Я уже замерз. На улице уже почти вечер. Темно. Вот есть такая большая кедровая. Такой столик тут. Правила видим. И вот сама салва. Правда, тут не очень жарко, как по мне. Тут есть вот такое вот окошко. Можно открыть. Посмотреть за кем-нибудь. Вон там мужики стоят, курят на балконе. Повезло мужикам, потому что они, блядь, курят. И у них вид на водкинские термы. Вот еще одно окошко. Также открывается, в общем. Вот. Камни. Можно водичку принести, полить, но лучше так не делать, мне кажется. Тут у нас показывает температуру, влажность. Ладно. Не будем терять время, зайдем в следующую. Тут у нас обычный джакузи. Его не буду снимать. Вот. Малая кедровая. Пошли еще в одну дверь. Сама сауна такая маленькая вот. Такая же, только маленькая. Ничего приборов никаких нет, только вешалки и лампочка. Ну, так же, это окошки, чтобы бассейн смотреть. Так же они открываются, видим. Маленькие вообще-то. Даже голова не прорезет, мне кажется. Вот. А вот прибор, кстати, есть. Оказывается, он есть здесь. Я так не заметил бы. Там люди плавают. Как-то так, такие диваны. Что еще снять? Пожалуй, сниму я вон ту фураку. Видим тут такая вот бочка. Тут рядом сидит спасатель. Вид сверху на эту бочку 4К съемка. Вот вид с бочки на здание. Тут спасатель не буду его снимать. Вот здание сверху здесь еще. И небо вот такое вот пасмурное. Скорость стемнеет. И снимать будет невозможно. В принципе. Такой вот бочонок у нас. Вот у нас такой пидисталт. Думаю, на него сейчас залезу я. Что-то начало становиться холодно. Походу, минус был. А, нет, нет, нет. Тут у нас проход закрыт, видим. Тут уже фу, поднимешься. Можно, конечно, нарушить, но за это нас могут выгнать. Вот тут у нас есть такая еще вот рамка. Кнопка подачи воды. Кнопка включения света, которая ни хрена не работает. Полтал времени называется. И вот такие вот камушки. Ну, всем привет. Надеюсь, меня видно. Ну, что сказать по ощущениям. По сравнению с Ижевским почти то же самое. Только вот грязевые вот эти вот процедуры, они бесплатные. Что очень хорошо. А так почти все то же самое. Ну, и Ижевские побольше. Эти какие-то маленькие. Чуть поменьше. Ну, в общем, сами приезжайте, все увидите. Стоит ли сходить? Думаю, стоит сходить. Так что приезжайте, все сами увидите. А так, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, чтобы было больше видео. Чтобы было больше контента. Чтобы я выпускал еще круче ролики. Чтобы я не заикался. Это тоже важно. Всем до новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok